Алексей Гетьман, военный аналитик, к нам прямо сейчас присоединяется. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И вот что мы имеем на сегодняшний день. Есть инициатива Чехии касательно также боеприпасов для артиллерии. А теперь есть инициатива Германии касательно противовоздушной обороны для Украины. И вот есть уже первые две страны, которые рассматривают финансово поддержать эту инициативу. Я тут процитирую Financial Times. Германия положила начало глобальной инициативе по укреплению противовоздушной защиты Украины. В письме Германия призвала союзников идентифицировать возможные системы и профинансировать их покупку в рамках своей новой инициативы, которая так и называется инициатива по немедленному действию по противовоздушной защите. И вот Нидерланды и Дания рассматривают возможность финансово поддержать эту инициативу, заявляет Министерство обороны Германии, пишет также политика. Как вы видите, в чем, собственно, глобальная проблема того, что каждая страна не может, к примеру, сразу подать информацию о том, сколько у нее не задействованных, скажем так, противовоздушной обороны тех же патриотов или других систем, и которые она могла бы теоретически предоставить в аренду, купить, если у нее, к примеру, все задействованы, да, и на складах ничего, как говорится, нету. Хотя глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Европе как минимум 100 патриотов можно найти спокойно. Тут вы тоже оцените, насколько это действительно просто. Так вот, что это за рынок патриотов? Почему их не так просто купить, кроме того, что они очень дорогие? И, собственно, в чем проблема, чтобы их предоставить? Сколько на это времени необходимо? Ну, начнем с конца. Времени как раз многое не надо. Загрузили, да они приехали. У нас есть специалисты, которые могут ими управлять, могут их квалифицированно использовать. И, в принципе, день, два, три после принятия решения уже может быть этот дивизион развернутый и выполнять боевое дежурство. В чем другая проблема? Почему не хотят передавать? Я думаю, что тут, как ни странно, даже есть немножко нашей вины. Мы показали, насколько эффективны эти комплексы в бою, что они могут уничтожить практически все ракеты российские, которые Россия анонсировала как аналогов нет. Поэтому, ну, боятся передавать, хотят себе немножко оставить, потому что видят, что это очень... Есть на складах. Насколько сложно оценить количество... Это информация открытая. Можно набрать в гугле зенитно-ракетный комплекс, простите, Патриот, и просто откроется информация, где, в каком, в какой стране, сколько эти комплексы находятся. Ну, это ничем не отличается от оружия, от самолетов, от танков. По секретности. Это не какое-то там тайное новое супероружие, которое, ну, проходит испытания, пока есть военная тайна, сколько таких и как они будут развернуты. Когда оценивается, ну, в потужней мощности вооруженных сил стран, и в строй рисуется определенная таблица, там указывается, как, по каким критериям оценивается это количество живой силы, количество техники, какой именно техники. Ну, если мы захотим в ТикТоке посмотреть, например, количество танков в мире, то будет такой мультфильм, где будут нарисованы танки, как бы стоящие на какой-то парковке, и от стран, где их минимальное количество, до стран, где их максимально. То же самое можно сделать с самолетами, ну, со всеми... с какими-то другими вопросами. Это давно не есть военная тайна. Поэтому говорить, когда начались разговоры, точнее, о том, что надо поискать, ну, гугл в помощь, тут не надо сильно искать. И так известно, где и сколько их имеется. Вопрос, хотят нам передать или не хотят, это уже политический вопрос. Не столько военной безопасности, но особо вот мы говорим о Персидском заливе, мы говорим о Саудовской Аравии, но об этих странах, которые там находятся, что в Азии можно найти достаточное количество патриотов. Действительно, они их когда-то покупали. Надеюсь на то, что они защитят их заводы нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие. Ну, то, чем им атакуют, их атакуют, то там как раз и не надо. Патриоты атаковали беспилотниками, мы знаем эти истории. Беспилотник может лететь невысоко, а патриот, это все-таки противоракетная оборона, она против баллистических ракет, и забивать БПЛА, она не в состоянии, эта система, она на это не рассчитана, ну, и вообще патриот не видит то, что летит ниже 50 метров, ну, как, например, поэтому это, еще раз, это противоракетный комплекс, против баллистических, межконтинентальных даже баллистических ракет, но точно, что они против беспилотников. И вот я услышал в репортаже, что, ну, патриота потом связали с уничтожением планирующих бомб, ну, это тоже не совсем точно, с патриотом уничтожать планирующие бомбы, ну, практически тоже невозможно. Для этого нужны другие средства противовоздушной обороны, и вообще-то надо, уже бомба, когда летит, сбивать ее практически невозможно, надо уничтожать самолеты, которые несут эти бомбы, ну, как, например. А патриоты, они смогли бы защитить нас от удара, вот сегодня, вчера, по Харькову, по Днепру, ну, и есть у нас достаточно стратегических объектов, которые мы обязаны защищать, но тем количеством патриотов, сам пти, другие, другой, ну, скажем, современными средствами противовоздушной обороны, нас просто их не хватает. Поэтому мы увидели, как, к сожалению, была разбита Трепольская теплоэлектростанция, и она была атакована 11 ракетами, 7 мы сбили, а еще на 4 нас просто не хватило, чем сбивать. И поэтому была разрушена эта станция, ну, и так далее. То, что нам хотят передать, хотят найти, в любом случае, это не ослабит, а усилит наши возможности противовоздушной обороны. Ну, и вот, если уж вы тоже вспомнили, да, о тех регионах, где прежде всего нужны противовоздушная оборона, вот спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал, какие регионы наиболее незащищенные от российских атак, и, по его словам, больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости от России и временно оккупированных территорий. И прежде всего это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепропетровская области. Спикер подчеркнул, чтобы противостоять российскому террору, требуется больше средств противовоздушной обороны. И тут важно понимать, только ли Патриот или Сэмпти, именно такого вида системы противовоздушной обороны, необходимой для этих регионов приграниченных, либо же здесь большую роль играют самолеты Ф-16, либо же другая противовоздушная оборона. Как вы видите, вот как с теми же авиабомбами бороться, о которых вы тоже только что вспоминали? Это прописано еще раз, это прописано в боевых уставах стран НАТО, что основная нагрузка на защите неба лежит все-таки на авиации. На защите не только от вражеских самолетов или вертолетов, а и от ракет малой и средней дальности, от крылатых ракет. Поэтому без самолетов, ну, еще раз пример с Израилем. Посмотрите, насколько все сбили, что летело. Ну, сбили же в основном самолетами. Ф-16 нам бы существенно помогли бы, но вот смотрите, нам хотят передать несколько десятков, тут уже цифры, можно запутаться. То 6-8, то 30-40, то... И поэтому точную цифру уже лучше не называть, потому что, хотя можно назвать, в любом случае угадаешь, потому что их такое разнообразие этих цифр, сколько нам должны передать, в какое время, что тут что не скажи, стрельнул в небо и попал. Ну, количество, даже полсотни таких самолетов, они не дадут возможность закрыть нам все пространство. На каких-то участках мы сможем, на особо горячих участках, тот же Харьков, мы сможем уничтожать российские самолеты, которые несут эти планирующие бомбы. Ну, закрыть все линии фронта, ну, еще раз, Израиль по территории меньше Киевской области, и было поднято в воздух 100 самолетов. И причем это не F-16 были, это были немножко более современные. F-16, при всем уважении к этому самолету, это самолет четвертого поколения, а перехватывали, иранские ракеты перехватывали все-таки самолеты пятого поколения, в том числе F-35, про которые мы только пока можем мечтать. Мы F-16 не получили, а многие страны, те страны, которые нам передают, чего они нам передают, и в F-16, они хотят вместо них поставить себе F-35, считают это более современным, более мощным, скажем так, с точки зрения военной, военной возможности самолетов. Ну, нам F-16, дай бог, чтобы наконец-то он к нам уже приехал, приплыл, прилетел, не знаю как уже. Опять разговоры, что к началу лета, теперь уже разговоры о том, что летом этого года. Ну, 31 августа тоже лето этого года, поэтому не только 1 июня, но кто-то так. Ну, вот вспоминая опять-таки, да, о зенитных ракетных комплексах «Патриот», они являются системами ПВО только, когда действуют, защищают жизнь, а не стоят без движения. Где-нибудь на базах хранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский, и в своем телеграм-канале он опубликовал видео последствия российских обстрелов Украины и призвал демократический мир противодействовать террору вместе. Давайте услышим. У демократического мира есть все силы, чтобы преодолеть российский террор. Следует не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. Патриоты сейчас нужны в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские шахеды должны проиграть, чтобы никогда и нигде развалины не выигрывали у жизни. Эффективно противодействовать террору можно только вместе, совместными шагами. Я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые уже это понимают. Спасибо всем, кто проявляет лидерство в помощи Украине. Владимир Зеленский, президент Украины. К телеграм. И глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к Западу с просьбой предоставить нашему государству хотя бы 7 систем Патриот, 7-8. Мы понимаем, что этого, возможно, и недостаточно, но хотя бы для того, чтобы не повторялось таких историй, как с той же Трепильской ТЭС. И как вы считаете, сколько сейчас на первое время необходимо, а сколько необходимо, чтобы впоследствии и в дальнейшем быть защищенными? 25, как говорил президент, или даже, возможно, больше, меньше? Как вы видите? Если говорить именно о Патриотах, то 25, в принципе, хватило бы для того, чтобы закрыть все наиболее уязвимые для нас и наиболее важные для нас объекты. Но это если разговор идет только про Патриот. Если без других средств противовоздушной обороны, то даже 25 не хватит. Это должны быть самки, это должны быть нас, это должны быть модернизированные франкенштейны, это должны быть зенитно-ракетные комплексы маленькой и средней дальности. Они тоже очень важны, особенно при граничных и при фронтовых территориях. Поэтому тут работать и работать. А с точки зрения самолетов, сколько надо, ну, уже посчитали наши партнеры, военнослужащие Соединенных Штатов, оценившие ситуацию силы врага, оценившие его авиацию, то для того, чтобы иметь паритет, даже не превосходство, а просто паритет, нам нужно как минимум 200 самолетов F-16. Тогда мы можем говорить о том, что после линии фронта мы сможем не давать, убрать господство в воздухе россиян, не получить свое господство, а убрать их господство. Это означает сделать невозможным атаку планирующими бомбами и так далее. Другие атаки, там самолеты достаточно активно на линии фронта действуют. Всем, ну всем, дай бог всем патриотов, хотя бы 30-40 F-16. Потому что, если мы говорим, что нам нужно 200, а нам говорят, есть пока только 40, ну, например, то это не значит, что нам 40 не надо, мы можем ждать, когда будет 200 сразу. Нет, хорошо, 40 так 40. Мне 25 патриотов, ну давайте 7. Даже один, который нам передает Германия, это уже улучшит наши возможности. Наш передает не просто комплекс, он передает комплекс с полностью комплектом ракет зенитных. Это уже означает, что мы можем этим ракетам, этот комплекс, передать часть ракет на те комплексы, которые у нас уже есть, где ракета заканчивается. То есть, ну, распределить так, как мы считаем нужным, с точки зрения противовздошной обороны, с точки зрения нашей противовздошной обороны. Поэтому рвать или там обижаться на наших партнеров, что они так много и не так быстро, ну, можно по большому счету, если честно. Они могли бы быстрее и больше, но пока надо быть благодарным за то, что передает. Ну, если они все-таки понемножечку начнут увеличивать эти поставки, создавать новую коалицию, там может быть вертолетную коалицию, у всех возникает вопрос, почему они не могут передавать вертолетов, которые в ближнем бою крайне важны. Они, может, даже важнее, чем сейчас беспилотные летальные аппараты. То есть, они бы уничтожали технику врага, ну, точно, что не хуже, чем наши FPV-дроны или дроны, которые могут нести заряд. Ну, больше 2000 Апачи в Соединенных Штатах и непонятно, зачем им там столько, с кем они там собираются везти ближний бой. Ну, там, Канада и Мексика граница, ну, куда? Ну, тоже не совсем понятно. Поэтому, ну, надеемся, что потихонечку эта ситуация будет изменяться в лучшую сторону для нас. Но третий год войны уже можно было бы, знаете, как говорится, год назад нужно было сообразить, насколько это опасно, то, что представляет собой Российская Федерация и насколько нам необходима эта помощь. Потому что мы защищаем не только себя, мы защищаем всю Европу. И это начинает признавать наши партнеры, в первую очередь, Европу. Ну, еще до сих пор продолжаются обучения наших пилотов на Ф-16, поэтому сейчас и акцентируют внимание на других вариантах систем ПВО. И вот в компании производителей систем ИРИСТЕ или АРИСТЕ, да, это же немецкая система, можно по-разному читать, вот там пообещали передать Украине еще одну систему ПВО. Об этом сообщило немецкое издание Бильд. И, как отметил руководитель оружейной фирмы Гельмут Раух, а поставка нового комплекса ожидается в течение ближайших недель. АРИСТЕ является самым современным зенитно-ракетным комплексом в одной пусковой установке комплекса 8 ракет с вертикальным запуском. Примечательно, что АРИСТЕ совместим с другими системами ПВО стран НАТО. И вот тут важно понимать, то есть мы понимаем, что вот 7 патриотов не улучшат ситуацию, но хотя бы не решат проблемы принципиально, но хотя бы помогут какое-то время защититься. В дополнение, АРИСТЕ это отдельный комплекс, и на него тоже надо обучать людей, какое-то время на это нужно, или они могут работать совместно на нашей территории. И чем они отличаются, Патриот, это АРИСТЕ? Это американские, немецкие системы противовоздушных. С дальностью. АРИСТЕ не такое дальнобойное, хотя АРИСТЕ более скоростные ракеты, от них практически невозможно вывернуться, но есть. Есть технические различия. Все-таки АРИСТЕ, с АРИСТЕ можно сбивать и крылатые ракеты, и не только баллистические. АРИСТЕ все-таки есть разница между противовоздушной и противоракетной обороной. АРИСТЕ относится все-таки противовоздушной обороной. Комплекс современный, если это будет самолет, он точно не увернется даже от одной ракеты. Хотя чаще всего запускается по самолету, учитывая, что там пилот, который может сделать противоракетную маневру, запускается две или три ракеты. А АРИСТЕ одной ракеты хватает, потому что достаточно скоростная ракета, и время подлета минимальное, и пилот не успевает вернуться. А АРИСТЕ «Патриот» это все-таки противоракетная, которая рассчитана на баллистику. Ну вот это и есть многоэшелонированная противовоздушная оборона, когда используются зенитно-ракетные комплексы большой дальности, меньшей дальности, маленькой дальности. И если зенитно-ракетный комплекс маленькой дальности, это не значит, он плохой. Просто он рассчитан на уничтожение других целей. Нету комплекса зенитно-ракетных, который может уничтожать все воздушные цели, начинают ФПВ-дроны, заканчивая межконтентальные ракеты. Ну так, ну так как оружие, но есть что лучше, что лучше, пистолет или пулемет. Ну стрелять для чего? Главное, чтобы и то, и то было у нас в достаточных количествах, чтобы защищаться от агрессора Российской Федерации. Спасибо вам, Алексей, за ваше время. Для нас напомню нашим зрителям Алексей Гетьман, военный аналитик, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.